Привет, друзья, из нового книжного влога. Сегодня, как вы понимаете, я приступаю к полуостру и его кирпичу 4-3-2-1, вот такого размера. И это еще не самая приятная новость. Самое приятное то, что буду я этот влог снимать вместе с Альбиной, прекрасной неповторимой Альбиной, самым, на мой взгляд, недооцененным буктюбером, по крайней мере, если судить по цифрам, потому что у него всего лишь 5000 подписчиков. Мне кажется, Альбина достойна в 100 раз большего. Так что обязательно переходите на ее канал по ссылке в описании, там будет ее влог, где она читает полуостро и рассказывает о своих впечатлениях, которые, я думаю, будут гораздо ярче, чем у меня, потому что этот блогер пропускает книги прямо через себя и каждой клеточкой своего организма прочувствует эмоции героев и как-то очень-очень, короче, эмоционально воспринимает все события, которые происходят с героями. Все, приступаем читать. Мне прям даже как-то немного волнительно, потому что всегда, когда берешь в руки такую книжищу, ты прям понимаешь, что ты с ней надолго. И если это будет какой-то прекрасный мир и интересная история, то это надолго будет очень-очень приятное. О, он посвятил этот роман своей жене, писательнице Сири Хуствет. Я была бы максимально польщена. Кажется, меня в очередной раз злостно подкололи. Подходил к концу январь 1944. В России только что завершилась 900-дневная блокада Ленинграда. В Италии немцы прижали союзников под Монте-Кассино. На Тихом океане американские войска были готовы начать наступление на Маршаловые острова. А на внутреннем фронте на краю Центрального парка в городе Нью-Йорке Стэнли предлагал Розе выйти за него замуж. Очень нравится мне такой прием, когда так делают авторы. Часто такое встречаю, потому что вот это вот событие, да, предложение, которое делает наш герой своей возлюбленной, получается, да, становится в ряд с такими прям событиями мирового масштаба, как вот конец, например, блокады Ленинграда. Вот, и как-то сразу, знаете, так проникаешься важностью этого момента. А тут еще и причем противопоставляются вот такие кровавые, да, события военные с таким вот милым событием, как предложение выйти замуж. Из-за этого оно еще такое более какое-то приятное и волнительное в глазах читателя. В общем, захотелось почему-то отметить. А, нет, вы знаете, вполне возможно не обманули. Джинс. Можно я поснимаю? И вот на 65-й странице как раз тут отрывок, который полностью раскрывает всю идею книги. И мне кажется, пришло время все-таки рассказать вам и о сюжете. Это история нашего главного героя, я так понимаю, от самого его рождения и до смерти. И фишка этой книги, почему она настолько гигантская, в том, что здесь не одна история, а 4 альтернативных. В какой-то из них, я так понимаю, там, допустим, он будет обычным милым парнем, во второй он там будет президентом или кем-то еще. Зачем я вам объясняю значение слова альтернативная история? Вы и так понимаете, что значит 4 альтернативных истории. Вот, и мы будем за этим всем следить. Я посмотрела, что, ну, зачатки, да, первой истории заканчиваются на 123-й странице. И начинается, я так понимаю, вторая, потому что называется эта глава 2.1. То есть, наверное, вторая история и ее начало. Поэтому логично, опять же, что за сегодня я хотела бы дочитать до 123-й страницы, до такого логичного конца, до такой логичной точки, потому что здесь логичную точку очень тяжело найти. Мало того, что здесь, ну, довольно большие главы, так здесь еще, блин, вообще нету диалогов и очень редкие абзацы. То есть, текст сплошным потоком. Мы с Альбиной еще не особо обсуждали книгу, но единственное, что мы уже успели во всех красках обсудить, это то, насколько плотный текст и насколько он прям потоком идет. И вот ты даже не знаешь, где тебе остановиться, он тебя утягивает за собой, там даже вот диалоги, они просто идут вот подряд в тексте. Нет, они все-таки издеваются. Ну, тучи. Помните, я во влоге с голыми мужиками рассказывала вам о неких кексах, без которых я не могу жить, из-за которым я собиралась идти в супермаркет, но мне поленилась и не пошла в дальний. Вот сейчас они у меня уже есть. Данкек. Локмахк. Это кексы, без фокуса. Это морковные кексы с корицей. Ооо, я готова съесть их 78 миллиардов тысяч штук просто. Я обожаю всякие морковные кексы, морковные пироги. Вот это просто потрясающе. Есть еще такие с кокосом, но они мне чуть меньше нравятся, с шоколадом и с лесным орехом. А еще, кстати, я люблю вот такие кексы, раз уж мы с вами затронули важную кексовую тему с бананом. Так что я тут полностью запакована и готова читать с огромным удовольствием. Вечереет, дождя все не было и нет. А это значит, что я должна развлекать себя как-то по-другому. Алиса, книжный блогер. 27 лет. Так, камера выключена. Можно удалить. Властелин пультов пришел. Только я решаю, что мы будем смотреть и в какой температуре будем сидеть. Джейфсик. Компостировать книжку не стоит. Я в шоке. Я просто в шоке. Я только на четвертой 1,4 поняла в голове, что это чёртая история про другого человека. Прошло 2 часа. Я на 79-й странице. Почему? Потому что всё это время мы с Альбиной обсуждали прочитанное. Вот почему я так люблю совместное чтение с друзьями. Альбина, ты не одна такая. Я ровно в том же моменте, где и ты, тоже поняла, что это не первая история, всё идёт. Под номером 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Просто разные части этой истории. А что это наоборот? Первая часть разных четырёх историй. Поэтому мне надо вернуться, всё перечитать и по-другому на это всё посмотреть. Кажись, это будет гораздо сложнее, чем я себе представляла. Поэтому зря я налила себе вино. Потому что здесь линии очень странно показаны. Тут вырывают просто куски разные, из разных линий. И всё это такой мешаниной на тебя кидают. И мне кажется, сейчас придётся брать ручку, бумажку и записывать, какое событие к какой линии относится. Иначе я окончательно запутаюсь. Короче, блин, у нас тут всё серьёзно. Чтобы не запутаться, я ключевые события разных линий, которые отличаются, помечаю стикерами разных цветов. Первая линия красным. Ну, как бы тут идёт всё по порядку, чтобы хоть здесь со стикерами не путаться, понимаете. Вторая линия оранжевым. Третья линия жёлтым. И вот сейчас я перехожу на четвёртую, будет зелёным. А синими я помечаю просто понравившиеся мне моменты, красивые места, которые вот хотелось бы потом перечитывать. Ох, друзья, и вот тут список отличий в этих четырёх линиях. Мы, короче, с Альбиной серьёзно подошли и готовим кучу дополнительного материала. Я в истерике взяла бумажку. И по каждой голове прошлась и записала ключевые события. Глаза уже с трудом открываются. Без 20.11, друзья. Хух, я дочитала всего лишь до 123-й страницы. Как, в принципе, планировала и сделать, но часика на три пораньше. Оказалось, что здесь всё не так просто, как я думала. Что здесь прям с самого начала уже идут куски разных сюжетных поворотов, разных этих временных альтернативных линий. Вот, забыла слово. Поэтому пришлось возвращаться и всё перечитывать. И да, я уже вам рассказывала, отмечать стикерами какие-то ключевые события для каждой альтернативной истории. И это заняло очень много времени. Мы с Альбиной даже выписывали на бумажки всякие эти события. Так что да, было довольно непросто. И вот я не знаю, я, наверное, уже не буду дальше читать. Сейчас опять пойдут с первой линии по четвёртую заново события. Джипсик пытается съесть мои ручки. Джипсик. Уже разгрыз бумагу, я вижу. Всё понятно. Ни на секунду не отвернёшься снять вам кусочек. Так, давайте посмотрим, сколько мне за завтра по логике вещей надо будет прочитать, чтобы опять эти все временные линии захватить, каждую. Точнее, не временные, а альтернативные всё время забываю слово. 320. Вот, на 320-й странице опять мы проходим полный круг по каждой из альтернативных линий. 200 страниц мне надо будет завтра прочитать, если прям вот по логике вещей. Ну, в принципе, посильно, на самом деле. Я сейчас хотя бы понимаю, что происходит. И не буду уже прям возвращаться и всё перечитывать по 250 раз. И плюс у меня завтра будет больше свободного времени. Поэтому всё возможно. Очень хороший роман, кстати говоря, для того, чтобы читать его совместно. Потому что, во-первых, тут много чего можно обсуждать. Тут аж 4 книги, которые ты можешь обсуждать. А плюс довольно сложно улавливать все детали, которые отличаются по линиям. Поэтому вы друг другу можете помогать. И кто-то упустит одно, а второй ему на это укажет. Так что вот, хороший мы выбрали, мне кажется, с Альбиной роман. Уже хотя бы потому, что мы целый день его обсуждали в аудиосообщениях, вместо того, чтобы читать. Мне кажется, это хороший показатель для совместных чтений. Так что всё. До завтра, друзья. Прошёл дождь, наконец-то, долгожданный. С опозданием на где-то часов 19 в 5 утра. И теперь хоть можно нормально гулять и дышать, и жить, и вообще всё делать. Вот даже Дживс подтверждает. Гонял за мечом, как сумасшедший. А ну-ка, Дживс, ты устал? Может, ещё один? Последний, да, вот так вот. Дживс – странная собака. Ему нравится за мечом просто бежать. Он его берёт в рот, типа, ха-ха, добыча поймана. И всё, и выплёвывает. И идёт дальше по своим делам. Дживсик, а ещё будешь? Всё, устал. Вот так давай, чтобы мы сегодня целый день купались, а не читали книжки. Да, Дживс? Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, прочитала я вторую часть первой ветки. Мне кажется, с этим будут трудности во влогах. Вторая часть первой ветки, третья часть четвёртой ветки, четвёртая часть второй ветки. Но, в общем, вторую часть первой ветки. Ну да, всё правильно. Она уже пообъёмней и уже становится интересней, потому что там наш главный герой – подросток, а у него, получается, соответственно, более уже такая насыщенная жизнь, более осознанная жизнь. У него уже появляются свои интересы, увлечения, как-то раскрывается прям вот его характер. В общем, очень интересно. Мне кажется, будет интересно как раз обсуждать, да, кому какая ветка понравилась. Вот первая мне нравится очень. В ней герой приятный и какая-то она такая вот, в общем, спокойно. Мне она напоминает Ирвинга, потому что там много бейсбола и много политики США. И я прям сижу, читаю и думаю, ну и где же Оуэн Минни? Он должен в этой книге появиться. Вот, так что очень интересно. Буду сейчас ещё дальше читать. Нужно помонтировать. Много помонтировать. Поэтому сейчас сделаю перерыв и буду читать вторую. Блин, до 300-й страницы сегодня надо дойти. Это очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем с Юрой поздороваемся. Алабай, которому шесть месяцев, и который скоро будет выше меня. Джисик, не бойся. Привет, Юра. Ты маленькая, еще неуклюжая собака, еще маленький неуклюжий щенок, чуть меня головой не убил. Доброе утро, друзья. Если вам интересно, насколько высока моя степень доверия к вам, я только что сняла вот это видео, этот кусочек, отрывок, и только потом я заметила, что у меня на футболке зубная паста. И я еще думала, переснимать его или нет. Привет. Я уже к вам настолько привыкла, у меня настолько от вас уже нет никаких стеснений и секретов, что я очень долго думала, убирать ли мне кусок с зубной пастой на футболке. Но все-таки я поняла, что у меня приличный книжный влог. Поэтому все-таки стоит быть аккуратной в чистой хотя бы одежде. Спасибо уж и на том, кто бежит ко мне. Ты же сам так спал хорошо. У меня плохие новости для себя, потому что за ночь, пока я сладко спала, меня вырубила, а Альбина успела все-таки исполнить мою, ну и свою тоже установку, дочитать до 320 страницы, да, когда вторые кусочки всех этих историй заканчиваются. Я остановилась, как вы помните, на 239-й. Так что сегодня максимально ударяем по чтению. У меня было столько дел, но мне хочется тоже читать, хочется обсуждать с Альбиной все, потому что интересно, когда мы, в принципе, на одном месте находимся и обе там что-то пытаемся предугадать, что будет, или впечатления какие-то только что прочитанного, еще прям самые яркие. Поэтому хочется догнать Альбину. Дела как-нибудь потом, правильно? Я что вам? Деловой человек или что? Пойду сделаю себе еще кофе и буду читать. У Дживса миллионы игрушек, миллионы игрушек, миллион игрушек, миллион игрушек, миллион игрушек, но самая любимая у него втулка от туалетной бумаги. Если он ее видит, он должен с ней поиграть. Посмотрите, что с собакой творится. Я пашнушней. Держи, молодец. Все, пошел, чтобы я не забрала. Ты чего, Дживс, такой смешной? Фух, друзья, я сделала это. Я дочитала до 320 страницы, закончился второй виток всех этих линий. Вообще, такое себе достижение. Я это должна была сделать еще вчера, а сейчас уже полпятого. Как бы практически сегодня весь день ушел на то, чтобы закончить вчерашнюю норму. Я попробую за сегодня еще третий виток всех этих линий прочитать, а он до 432 страницы. Всего 100 страниц, так что, ну, 110, если быть точным. Так что, в принципе, посильно. Сейчас только 5 часов, опять же. И каждый раз, когда я читаю какую-то новую часть новой ветки, я думаю, ожидаю найти фаворита. Ожидаю найти линию, которая меня заинтересует больше всего и которая будет вызывать мысли, да-да-да-да-да, все, давай быстрее, там, допустим, заканчивай вторую эту линию, переходим к третьей. Потому что вот она мне нравится больше всех. И каждый раз моей любимой линией становится та, которую я читаю в данный момент. Потому что настолько это как-то талантливо и увлекательно написано. И каждый раз этим мальчиком Арчи в каждой линии проникаешься очень сильно настолько, что вот тебе кажется, что все, давай вот пол остановимся на этой истории. Дочитаем ее до конца, потом перейдем к другой. Но потом ты переходишь к другой и думаешь, нет, ну, наверное, лучше все-таки пол заканчивай эту, мне она очень нравится. А потом перейдем к другой. Вот, мне нравится, что здесь нет откровенно каких-то положительных линий, откровенно каких-то отрицательных или грустных, веселых, трагичных и так далее. Все эти четыре линии, они очень просто жизненные, они очень настоящие. И поэтому за ними очень интересно наблюдать. Ты никогда не знаешь, когда с героем произойдет несчастье, когда наоборот что-то хорошее. Полуостер не подводит к этому, никак на это все не намекает. Иногда с ним происходят какие-то неурядицы, иногда какие-то маленькие счастливые мгновения, иногда действительно что-то плохое. Вот, в общем, как в хороших, настоящих жизненных книгах. Так что, до сегодняшнего вечера у меня цель 110 страниц. Пожелайте мне удачи, друзья. И увидимся уже перед сном, наверное. Блин, я так хочу есть. И я прям разрываюсь между желанием что-то заказать и нежеланием связываться с курьером. И вот это ждать его, объяснять ему по телефону, куда конкретно надо ехать. Это очень странно. Но когда ко мне едет курьер, я не могу думать ни о чем другом, кроме того, что скоро ко мне приедет курьер. И я весь час, допустим, пока он ко мне едет, сижу и просто жду курьера. Такой идиотизм. Такой идиотизм. Уже вечер, друзья, а точнее полдесятого. Я дочитала свою норму на сегодня. Закончила третий виток всех этих линий. Вот, как вы видите, у меня уже ощутимый прогресс. Вот, мне пока очень нравится. Единственное, что истории принимают такой градус немножко трагизма. Чего бы мне не сильно хотелось, конечно. Вот, а так пока очень интересно, очень мне нравится. Поэтому с удовольствием уже предвкушаю, как завтра опять сяду читать. Сколько нам надо завтра прочитать? Давайте посмотрим. Так, 75. Получается 150 страниц. Не знаю, успею ли я завтра столько прочитать. Но, по крайней мере, постараюсь. Вот. Несемся, друзья, семимильными шагами просто по полуостеру. А пока спокойной ночи. До завтра. Сейчас я буду готовить мой самый любимый салат детства. Просто все мое детство, каждый раз, когда у нас были какие-то праздники или застолья, обязательно на стол, помимо всех там каких-то элитных блюд, ставили мисочку крабового салата для меня. Потому что я ничего другого не ела. Просто отказывалась. Только крабовый салат. И поэтому теперь он на вкус как дом. Поэтому я соскучившись по дому, сейчас буду его готовить. Для него вам понадобится сварить немного риса, огурец, зеленый лук, сварить яйца и кукурузу. Я что-то забыла. Крабовые палочки. И крабовые палочки. Вроде бы все. Да? Нет? Да? Вроде все. Вроде все. Так как у нас только одна кастрюля, это будет очень долго. Тут нету крючка. Я кукурузу не открою. Вот весь мой салат. Приятного аппетита. Блин, как можно было не заметить? Кто еще выпускает такую кукурузу? Такие консервы без крючка. Чем это открыть? В прошлый раз, когда я делала этот салат месяц назад, я распорола себе палец этой консервной банкой. Так, что у меня даже шрам остался. Вот прям на сгибе. И там был даже крючок. Представляете, какой ущерб я себе нанесу, если буду пытаться открыть эту банку. Ладно. Жду Ваню. Осталась только кукуруза. Насколько все-таки беспомощно человеческое существо. Мы строим ракеты, летаем в космос. Изобретаем вакцины. Создаем искусственные интеллекты. Но как только появляется банка без открывачки, мы бессильны. Я думала, ты купишь новую кукурузу, а не открывачку. Я купил открывачку. Ну, а мы не умеем ею пользоваться. Придется идти за новой кукурузой. Ну, это я не пользовался. Будет весело. У нас еще, вообще-то, сгучонка есть. В общем, такая же, видишь? Ты решил купить вторую банку того, что нам придется выбросить. Ничего нам не придется выбросить. Это самый вкусный пирог на свете. Посмотрите, какой он такой мокренький. Он такой сочный. И оооо, я могу этот пирог есть просто сутками. С яблочком. Давай почитаем в интернетах. Давай тыкивай. Куда я его так тыкиваю? Я не знаю, да, наверное. Да нет, не так. Так, по-любому. Думаешь? Да. Ну, а чем еще? О, и вот так потом крутишь. Походу, так надо. Че ты штаны снял? Сейчас за кукурузой придется идти. Смотри, Шикс. Сейчас будем так крутить, короче, в какую-то сторону. О, точно никто не ожидал. Я же говорила, надо было купить новую кукурузу и все. Моя любимая погода. Ого, какая красная. Позанималась. Вот. Друзья, сегодня не так много я прочитала, потому что приехал Ваня. Мы с ним очень долго не виделись. Целых три дня. Поэтому, в общем, проводили время вместе. Но, на самом деле, результат неплохой. Я почти дочитала свой круг. Осталась только четвертая история, четвертая линия. Ее дочитаю завтра. Правда, не уверена. Завтра у Джикс один рождение. Самый большой праздник в нашей семье. Поэтому, не знаю, буду ли я завтра прям сидеть, читать. И чтобы еще и охватить пятую, пятый круг, мне нужно прочесть аж до 700-й страницы. Вот столько мне надо будет завтра прочесть. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что я успею это сделать. Но мы никуда не торопимся. Так что все нормально. С каждым разом все сложнее и сложнее рассказывать о книжке, потому что, ну, линии идут. И все, что я могу вам нового сказать, это спойлер. Пошел к спойлер. И у них произошло спойлер. Поэтому, в общем, не знаю, зачем я вообще подключаюсь и что-то говорю. На самом деле, кстати, большая часть этих линий, вот я сейчас, да, на середине книжки, уже даже перевалила за середину. И там все еще до сих пор, спустя полкниги, о переживаниях похотливого подростка в период полового созревания. Так что, если вам, ну, совсем это как-то противно, читать о том, как парень поскорее хочет потерять девственность и читать о том, как он там хочет секса, как ему нравятся девочки, как он мечется, не может найти себя, не знает, что ему делать в будущем, постоянно в себе сомневается, чувствует себя неуютно в своем теле, хочет секса, да, кстати. Вот. Какие у него сложные отношения с родителями. А еще он хочет секса, кстати. Вот. То можете, наверное... Хотя нет, все равно читайте, книжка классная. Вот. Так что все, друзья, до завтра. Кто еще будет стоять на одном месте, чтобы создать своей собаке тень? Привет, друзья! Сегодня знаменательный великий день, потому что у графа фон Джипсурентьевича сегодня день рождения. Он стал взрослым, упитанным мужчиной в полном расцвете сил. Ему уже аж два года. Поэтому, скорее всего, мы с вами сегодня по поводу книги не встретимся. Я не буду сегодня читать. Сейчас мы поедем выбирать ему подарки, потому что не сподобились сделать это раньше. А потом, очень логично, будем смотреть Доктора Хаусов. Вот такое вот у нас празднование дня рождения Джипса. Еще хотим купить арбуз. Короче, у нас сегодня очень много дел. по поводу такого великого дня будет не до чтения. Блин, я эти очки купила тысячу лет назад и не надевала ни разу. Почему? У тебя есть ответ на этот вопрос? А ну-ка, быстренько все поздравили! Джипсика, с днем рождения! Джипсик, именинник! У нас для него есть несколько маленьких подарков. И сейчас пойдем еще что-то искать. Маленькие подарки. его любимые игрушки. Собирали просто, готовились, понимаете, к его дню рождения просто за полгода. Девчатчик, с днем рождения, маленький, держи. Держи вкусную игрушку, даже просто так, без команд. Слушай, реально классные очки. Ну да, но они такие, но качественные достаточно. В отличие от всего остального, муаха-ха! Новое платьишко. У меня не книжный влог, получается, а какой-то фэшн сегодня. Мы на влог для рождения Джипса! Поэтому мы идем веселиться без него. Не говорите Джипсу, что мы здесь гуляли без него, пожалуйста. Он нам этого не простит. Что купить собаке, у которой все есть? Жабы только у нас нет. Праздничный торт Джипсу нельзя, поэтому вот его праздничный торт. А он бы хотел вот такой. Но ему полагается только такой. О, игрушка его подходит под мои домашние носки. Джипсик, а что это такое? А ну идем посмотрим. Идем посмотрим, что это такое. Это кактус. Это же кактус. Нет, Джипс, это жаба. На вкус как кактус. Отвернусь от тебя, чтобы не забрала. Зашли еще, купили миски. Мне кажется, блин, нам посуду придется везти домой. Они все настолько красивые. Вот на эту посмотрите просто. Это же прелесть, что. Придется везти домой как-то. И еще плюс 50 таких всяких разных мисок, потому что они все настолько красивые, что я, наверное, куплю еще. Большая проблема везти к ним. Как вы понимаете, кактус никому не нужен. Нет. Что по поводу книги еще хочется добавить. Я думала, что линии будут идти совершенно разными путями, что они будут прям очень-очень разные. А здесь все-таки отличаются они исключительно в деталях. Исключительно детали влияют на жизнь главного героя. Но так как они детали, то, естественно, прям как-то очень сильно повлиять они не могут. То есть везде он тяготеет к спорту, везде он тяготеет к писательству. Только вот отличаются какие-то детали, отличается спорт, отличается сфера этого самого писательства. Вот я думала, что там прям будет что-то очень-очень разнообразное. А линии, честно говоря, похожи друг на друга. И из-за этого не такие яркие эмоции, короче. Признаюсь честно. Стало немножко скучно. Привет, друзья. Я вчера практически не читала, поэтому сегодня решила исправляться. И вот уже всего лишь 12 часов дня. Я на 655-й странице. Мне остался, получается, виток пятой последней линии. Опять же, сложности. Вот. И, ну, пока читаю. В общем, книжка у меня начинает потихоньку уже обрастать стикерами. Которые, кстати, многие в инстаграме путают с неземным удовольствием от чтения. И считают, что вот этим всем я помечаю прекраснейший момент. Нет. Я не помню, объясняла вам уже или нет. Но этими стикерами я отмечаю важные вехи во всех этих линиях, чтобы тоже быстро по ним путешествовать и не путаться. Но вот в последнее время мне прям тяжело выдавить из себя что-то. И приходится... Где здесь у меня? Приходится прям вот здесь, например, дописывать. Очень интересно. В скобочках нет. Потому что вот, блин, начинается просто скука смертная. Особенно вот в одной линии. Нет, в двух. Сказала Ваня, что наконец-то вышла книга Ирвинга «Дорога тайм». Не обращайте внимания на мое побитое стекло. Я пока просто не знаю, где его можно поменять. Поэтому хожу с таким. Новая книга Ирвинга вышла. И я так рада и так счастлива. Ваня говорит, закажи. Я говорю, ну, Ваня, доставка стоит 2000 рублей. Смысл мне заказывать и столько платить? Ваня говорит, ну, тогда докинь себе в корзину еще книг. Вот. «Школа для дураков» Саши Соколова. Ее мне прям под одним видео несколько человек посоветовали. Тут мои, опять же, попытки, мое желание познакомиться с античностью. Ничего нового. Этого автора сравнивали с Бруно Шульцем. Да, эту книгу давно хотела. Гангуровская премия у нее. «Гроздья гнева» в этом крутом издании. Тоже хочу. Это неуловимая книга. Каждый раз, когда я делаю заказ, она исчезает. А потом появляется. Тут про Шекспира и Пруст, которого я, возможно, куплю здесь. Вот. Я теперь смотрю на свою... А, вот еще я добавила. Про Раймона кино. И вот эту книгу мне советуют просто все. Мне каждый день в директ кто-то пишет, что я должна ее прочитать, потому что в ней крутой магический реализм. Вот я смотрю на эту свою корзину. Потом смотрю сюда. И понимаю, что Ваня уж слишком сильно меня любит. Здравый смысл должен быть у меня, поэтому... Нет. Друзья, 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 я сейчас вот этими руками в муке с висящим на пальце тестом кое-как вставила аккумулятор, заряжающийся в камеру, чтобы похвастаться вам, что я сделала первое в жизни свое взрослое тесто. То есть не тесто для блинов, оладушек, вот этот весь детский сад. Нет. Это тесто, друзья. Я его даже могу взять в руки. Лучше этого не делать, конечно, но надо, наверное, еще муки. Короче, не судите меня. Это мое первое в жизни взрослое тесто. Это я прям горда собой, что вот эта бурда, которую я наваяла в миску, и которая была на вид, ну, вообще, жидкостью какой-то, которая не смогла бы превратиться вот в это, все-таки в это превратилась. Вот, мы с Ваней очень хотим муравейник, поэтому делаем сейчас. Почему делаем? Что я все свои заслуги присуждаю Ване? Делаю я вот это тесто, пытаюсь. И что-то вроде получается. Это такое счастье и удовлетворение, когда вот у тебя что-то получается, что вот это вот все стоит того. Просто как я готовлю, посмотрите. Я по-другому не умею. Все, я пошла. Секунду назад радовалась, но замесить не очень крутое тесто. Тесто я научилась делать, а вот читать, друзья, нет. Кажись, это будет долго. Блин, это, конечно, та еще работенка. Я начала готовить торт в 16-17, ровно 2 часа назад. И сейчас еще, ну, даже половина не готова. Я уже, наверное, задолбала вас со своим тортом, но хочется еще сказать, что для меня кулинария – это настоящая магия. Я не понимаю, даже представить себе не могу, как из молока жидкого, из яиц жидких, и из рассыпчатой муки, а, еще жидкого сливочного масла, смогло получиться сначала вот это, а потом вот это. Как? Это же магия какая-то. Вот поэтому я люблю готовить. Это удовольствие от вот этого сравнимо разве что с удовольствием, которое я ощущала в детстве на математике, когда гигантская формула такая на весь лист в конце заканчивалась одной какой-то цифрой. Это прекрасно. Это искусство. И вот это тоже. Все. Я пошла наслаждаться, продолжать наслаждаться своим тортом, своим творением. Захожу на шестой круг. Где тут страницы? И все еще готовлю торт. Мне кажется, я дочитаю книжку. И все еще буду готовить гребаный торт. Это сгущенка. Девятнадцать сорок семь. На него сейчас должно ангельское свечение упасть. Привет, друзья. Сегодня уже четверг. Двенадцать часов дня. Апдейт по книге. И теперь апдейт по торту. Да, блин, в этом видео у меня больше информации о торте, чем о книге. К сожалению, этот не очень удачный рецепт мне попался. Опять же, к сожалению. Потому что в нем слишком крупные эти печенюхи. И они плохо пропитываются кремом. Поэтому ты как будто ешь гравий, помазанный сгущенкой. Лучше все-таки тесто это подолбить, подробить. Или вот как Ваня говорил, что да, обычно его кладут в морозилку, а потом прям на терке натирают. И уже пекут. И потом смазывают сгущенкой. Ну, короче. Я этих тонкостей не знала. Потому что в последний раз, когда я ела муравейник, мне было лет 7. И готовила его моя прекрасная бабушка. Это было божественно вкусно. Но тогда все, как я сталкивалась с кулинарией, ограничивалось каля-маля в бабушкиной книге рецептов. Поэтому как бы я не понимала, как она его приготовила. И думала, что, блин, все рецепты нормальные. Я имею привычку доверять всем людям, которые выставляют свои рецепты в интернет. А надо проверять все-таки. Поэтому, если захотите приготовить, то просто подолбите поменьше... Поменьше... Блэ... Подолбите тесто. Все. Сейчас я пойду сниму видео. Потом я пойду помонтирую видео. Потом, возможно, сяду читать. Я надеюсь, за два следующих дня я эту книгу прочитаю. Потому что я от нее прям уже откровенно начала уставать. Мне осталось не так много. 300 страниц. Надо с ними разобраться. Это мой кофе. С мороженым тебе понравилось, да? Просто сейчас читаю про расизм в Америке и про события, которые вот за этим последовали. Последовали за тем, как полицейские избили черного из-за того, что он их обогнал машину. Очень знакомо. И прям все, что пошло дальше, прям повторяется один в один. Хотя это, по-моему, да, 70-е годы или там... А, вот конец 60-х, да. Июль 67-го. Один в один с тем, что сейчас. Не знаешь, что поесть на обед? Запеки картошку. Быстро и вкусно. И, в общем, прекрасный вариант. И буду есть я вот с таким вот томатным соусом. С трюфелем. Это потрясающе вкусно. 170 страниц еще на завтра. Смотрите, что это очень вкусно. И, в общем, у вас, конечно, где мы сейчас смотрим на течение. Смотрите. Т�-а-а. 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 Т�-а. Т�-а-а. Т�-а. Т�-а-а. Т�-а-а. Т�-а. 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 Т�-а-а. потянула меня просто неутолимо на поэзию решила почитать утром и погадать ваней сказала назови число я тебе прочитаю стих и вот у него попался ответ нимфы влюбленному пастуху где ним по отвечает пастуху что не может быть с ним вместе вот я уже себе тут даже успела парочку пометить подруга стивенсона красивая очень эдвард лир просто я теперь хочу купить себе сборник абсурдной поэзии с эдвардом лиром потому что это просто прекрасно вот смотрите начало помню-помню дядю арли с голубым сачком из марли образ долговяз и худ на носу сверчок зеленый взгляд печально отрешенный словно знак определенный что ему ботинки жмут а я обожаю так и вот это мне очень понравилось а сова на колокольне когда домой бегут коты и свет еще не стал теплом и ветер шевелит листы и мельница скрипит крылом и мельница скрипит крылом одна в броне своих обид сова на колокольне спит когда звенит надой в ведре и щелкает бичом пастух и сеном пахнет на дворе и в третий раз поет петух и в третий раз поет петух 1 застыв как нежива на колокольне спит сова красиво это стивенсон по моему нет стивенсон это подруга как раз таки а это теннисон да вот его может тоже заказать кракен тоже неплох вы готовы увидеть кое-что прекрасное твоя попа как раз в кадре очень к тему вот нет шучу вот о да о да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это не та книга Я вчера, когда ее дочитала Я просто была настолько счастлива Что я это сделала Что у меня не было времени даже снять вам отчет Поделиться впечатлением Потому что я откупоривала бутылку шампанского И целый день хлистала ее с горла От радости Мне кажется, книга ужасно затянута Она вот максимально затянута Это вот та книга, которой ну точно Надо быть хотя бы в треть меньше Если бы она была на где-то 550 страниц Или на 600 Еще куда не шло Но тысяча страниц Это очень много Начиная со страницы 600 Мне стало скучно Я начала задумываться о том Когда же уже эта книга закончится А последних 200 страниц Я так вымучивала из себя Что я боялась, я начну капать кровавыми слезами На эту книгу Настолько было невыносимо скучно Поэтому, к сожалению То, что автор долго работал над книгой То, что он написал такую огромную книгу И то, что очень много и подробно О героя, о его жизни, о его внутреннем мире Это не всегда гарантия того Что ты книгу полюбишь И как-то тебе не захочется с ней расставаться Книга хорошая Но я очень счастлива Что я ее дочитала И могу теперь поставить на полку И взять что-нибудь другое Так что мой вердикт Где-то 3,5 Оценка из 5 К сожалению Ну а вам спасибо, друзья, за просмотр Спасибо, что вы терпели это видео до конца Несмотря на его длину Мне кажется, вам было это так же тяжело Как и мне читать 4,3,2,1 Несмотря на его длину Но, кстати, видео получилось под стать книге Она была бесконечной И видео получилось бесконечным Буду очень рада, если вы поставите мне лайк За лайк этому видео Все толстые книжки, которые вы будете встречать Они вам будут нравиться Они вот, как произошло с этой Они вам будут нравиться на 5 А не на 3,5 Все, спасибо, друзья, за просмотр Увидимся в следующем видео Пока Отстрелялась